МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Интекс программа мы расскажем о том, что произошло в нашем регионе за последнее время. В Барановичском районе спасатели нашли пенсионера, заблудившегося в лесу. Вечером 13 июня спасателям позвонила обеспокоенная женщина и рассказала, что в лесном массиве возле деревни Полонка Барановичского района заблудился ее муж. Выяснилось, что в этот день около 13.00 мужчина поехал за грибами в лес. К вечеру, возвращаясь обратно, понял, что заблудился и сообщил о случившемся супруге. В поисковых мероприятиях были задействованы 4 единицы техники, 10 человек. По мобильному телефону спасатели поддерживали связь с мужчиной, рекомендовали ему обратить внимание на наличие рядом линий электропередач, железной дороги, квартальных столбов, чтобы сориентировать спасателей. Грибник шел по лесу и, наконец, увидел на своем пути квартальный столб. Вскоре спасатели нашли заблудившегося пенсионера и вывезли его на квадроцикле из лесного массива. В медицинской помощи он не нуждался. Честно напоминаю, не отправляйтесь в лес в одиночку. Изучите основные правила ориентирования в лесу. Сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения. Своевременно информируйте их, если ваши планы изменились. 14 июня в 4 часа утра произошел пожар в доме сезонного проживания в деревне Кузевича Бараночского района, о чем немедленно сообщили спасателям. По прибытию спасателей на место происшествия дом уже полностью был охвачен огнем. Хозяйка находилась на улице. Дом сезонного проживания одноэтажный, деревянный. Кровля металла черепица по деревянной обрешетке. В результате пожара огнем уничтожено перекрытие имущества в доме, повреждены стены, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Уважаемые граждане, для того, чтобы предупредить огненное ЧС и не стать их заложниками, следует соблюдать правила пожарной безопасности. Следите за исправностью электропроводки, соблюдайте правила эксплуатации газового оборудования и печного отопления. Утром 18 июня поступило сообщение о задымлении металлического мусорного контейнера, расположенного на улице Курчатова. Возгорание было оперативно ликвидировано. МЧС напоминает, увидев дым, огонь, пожар, без промедления сообщайте в службу спасения по телефону 101 или 112. На улице Чернышевского столкнулись две иномарки. Утром 14 июня 39-летний местный житель управлял автомобилем Ауди и двигался по улице Чернышевского. Вблизи дома номер 111 при перестроении он не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение с попутным автомобилем Chevrolet под управлением 30-летнего жителя Барановичей. После столкновения автомобиль Ауди выехал за пределы проезжей части и наехал на световую опору. В результате ДТП 43-летний пассажир автомобиля Ауди госпитализирован. Проводится проверка. Запретный плод, как говорится, сладок. Однако в следующем случае это привело к ДТП, которое произошло в Ляховичском районе. Ночью 15 июня 17-летний подросток из Ляховичи, не имея права управления, да еще и находясь в состоянии алкогольного опьянения 1,4 промилле, сел за руль автомобиля Митсубиси и поехал по улице Зеленой в деревню Бошки. Однако вблизи дома номер 8 он не справился с управлением транспортного средства, в результате чего врезался в металлическое ограждение, из-за чего машина опрокинулась. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль и металлическое ограждение получили механические повреждения. Установлено, что молодой человек воспользовался транспортным средством отчима. 19 июня сотрудники Барановичи ГАЗ и госавтоинспекции проверили, как водители выполняют требования по пропуску специальных транспортных средств с включенными звуковыми и световыми сигналами. К сожалению, в жизни человека могут происходить какие-либо неприятные, непредвиденные ситуации, даже трагедии, когда каждая секунда на счету. Это может быть пожар, дорожно-транспортное происшествие, ухудшение состояния здоровья, утечка газа. Во всех перечисленных случаях самое первое, что делает человек, вызывает соответствующую службу на помощь. Однако, как зачастую показывает практика, приехать вовремя на место не всегда удается. Аварийно-диспетчерская служба провела профилактическую акцию вместе с госавтоинспекторами. Сегодня мы проводим практическое занятие по безопасности дорожного движения с нашим водительством составом аварийно-диспетчерской службы. Также привлекаем сотрудника госавтоинспекции. Тема нашего занятия – это использование свето-звуковой сигнализации автомобиля оперативного назначения при движении по дорогам общественного пользования. Водитель включает сирену и давит на педаль газа. За спецавтомобилем следует экипаж ГАИ, готовый быстро среагировать на нарушения участниками дорожного движения ПДД. Как показывает традиционная акция, с каждым годом водители становятся более дисциплинированными. Большинство понимают важность приоритета в движении транспорта оперативного назначения. Поэтому стараются как можно быстрее уступить дорогу автомобиля с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Однако сегодня были и те, кто не отреагировал на приближение спецтранспорта и не принял должной меры для остановки своей машины. В отношении таких граждан были составлены административные протоколы. Довести до наших граждан, до нашего населения, что каждая минута промедления будет стоить жизни, будет стоить какой-то аварийной ситуации, которую можно было бы предотвратить, если бы наши граждане, наши участники дорожного движения соблюдали правила дорожного движения и также пропускали автомобиль оперативного назначения. За непропуск транспорта оперативного назначения предусмотрен штраф в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до 1 года или без лишения. Утром 16 июня 35-летний водитель управлял автобусом Неопланы, двигался по автодороге М1 в Гомель-Кобрин по маршруту Барановичи-Туров. На 350-м километре указанной автодороги произошло возгорание в задней части автобуса. Возгорание было ликвидировано прибывшими сотрудниками МЧС. Установлено, что в момент возгорания в автобусе находилось 45 пассажиров. Никто из них не пострадал. У 52-летнего жителя Барановичей похитили газонокосилку с дачи. Сумма ущерба составила около 500 рублей. Сотрудники уголовного розыска Барановичского ГОВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что к похищению газонокосилки причастен 42-летний барановичанин, которые ранее судим за имущественное преступление. Мужчина рассказал, что проник в дом через разбитое стекло и похитил газонокосилку, которую потом продал, а вырученные деньги потратил на алкоголь. Следователями дана правовая оценка действием фигуранта. Возбуждено уголовное дело за кражу. Сотрудники АБЭП Барановичского ГОВД выявили схему хищения денежных средств одного из предприятий города. Подробнее далее. Сотрудники АБЭП Барановичского ГОВД выявили схему хищения денежных средств одного из предприятий города. Оперативники выяснили, что 24-летний бухгалтер открытого акционерного общества с сентября 2022 года по апрель 2024 года присваивала денежные средства предприятия. В силу возложенных на нее обязанностей бухгалтер предприятия производила банковские операции с наличными деньгами и списывала денежные средства на хозяйственные нужды. В итоге за полтора года девушка получила незаконный доход более чем 75 тысяч рублей. Денежные средства подозреваемая присвоила и использовала в личных целях. Фигурантка вину признала полностью добровольно возместила причиненную ущерб предприятию в размере 70 тысяч рублей. Следователям дана правая оценка. Возбуждено уголовное дело за присвоение имущества лицом, которому оно вверено в особо крупном размере. В Барановичах женщина изготовила удостоверение инвалида и просила милостыню. В органы внутренних дел обратилась местная жительница, которая рассказала, что возле торгового центра женщина в инвалидной коляске просит милостыню. Подойдя к ней, попросив показать документы, доказывающие инвалидность, последняя отреагировала негативом. В ходе проведения проверки было установлено, что 28-летняя девушка, используя удостоверение инвалида второй группы, решила таким способом подзаработать. Со слов опрошенной документ она взяла у знакомого и изменила в нем данные. Согласно заключению эксперта Государственного комитета судебных экспертиз, бланк удостоверения инвалида изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида, то есть является поддельным. Все изображения на удостоверении выполнены с помощью принтера. Эксперту удалось установить первоначальное содержание записей, имеющихся на лицевой стороне документа. Барановичским ГОВД устанавливается личность мужчины, просим граждан, которым что-либо известно о местонахождении гражданина или располагающих какой-либо информации о нем, сообщить в Барановичский ГОВД по телефону 102. В Барановичах милиционеры задержали похитительницу рыболовных снастей. В дежурную часть отдела внутренних дел Барановичского ГОВД поступило сообщение 35-летнего местного жителя о том, что у него похитили оставленные без присмотра рыболовные снасти стоимостью более 80 рублей. Заявитель рассказал, что около 11 вечера вернулся домой, из автомобиля достал все принадлежности для рыбалки и положил их на скамейку, а сам решил перепарковать автомобиль. Вернувшись к скамейке, обнаружил отсутствие своих вещей. Сотрудники уголовного розыска Барановичского ГОВД установили, что к произошедшему причастна 46-летняя барановичанка. Женщина отдыхала в компании своих знакомых, попрощалась и вызвала такси. Такси она ожидала у подъезда на скамейке, и тут подозреваемая обратила внимание на то, что без присмотра лежат приспособления для рыбной ловли, которые она уверенно забрала с собой. Во время беседы с правоохранителями фигурантка призналась содеянным и рассказала, что снасти забрала для личного пользования. Следователями дана правовая оценка действиям фигурантки. Возбуждено уголовное дело. Это все, что мы хотели рассказать. Оставайтесь с нами и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин